Как бы мы тут ни говорили, страна подвергнута жесточайшим санкциям. Наверное, ни одно государство в мире, учитывая наши возможности, размеры и прочее, нашу экономику не подвергалось таким санкциям. Поэтому сказать, что нет влияния этих санкций на систему здравоохранения мы не можем. Хотя особо не кричим, сопротивляемся. И не просто сопротивляемся, а работаем, и вроде бы неплохо работаем. Но этот вопрос, эту особенность нашего сегодняшнего этапа развития надо обсудить. Ну и, естественно, основной вопрос, который подтолкнул к сегодняшнему совещанию, это вопрос профессиональной подготовки врачей-специалистов. Минздраву подготовлен проект указа о переходе на новую форму такой работы подготовки. Ну, назвали вы ее резидентурой. Мое отношение к любого рода нововведениям вы знаете. Во-первых, они не должны ломать сложившуюся систему, если она нормальная. Если система ненормальная, ее надо ломать. Это жалеть ничего не надо в этом плане. Но если мы говорим о том, что у нас нормальная система здравоохранения, гордимся ею. Ну и последнее наше телодвижение в области так называемого коронапсихоза и ковид-заболеваемости показали, что система работает, что люди работают и работают неплохо. Ну, значит, система нормальная. Значит, мы ее ломать не собираемся. Мы говорим о том, что любую систему надо совершенствовать, какая бы она ни была. Обязательно надо совершенствовать. Нельзя останавливаться. Если предлагаемые инновации Минздравом связаны с совершенствованием, ну, хорошо, давайте послушаем министра, и он нам докажет, что это новый шаг вперед. Это, во-первых. Во-вторых, должны быть оправданы актуальностью и, скажем так, производственной необходимостью. Любое совершенствование должно созреть, и мы должны увидеть, что все, застопорились, дальше нельзя. Надо предпринимать какие-то меры. На такой ли стадии здравоохранения находится, чтобы нам через резидентуру в данном узком направлении надо совершенствовать систему. Развитие медицинской сферы – это один из приоритетов государственного строительства. И давайте не будем скромничать, за последние годы белорусская медицина заметно шагнула вперед. Немало в этом направлении делается, я об этом сказал, но дополню то, что в последнее время, как бы не было сложно, модернизируются и возводятся и новые поликлиники, и больницы. Вот у меня губернатор Могилевшин только что был, завтра будет Гродненшин. И они мне рапортуют о том, что и школы строятся, и детские сады строятся, и больницы строятся. Но я их всегда притормаживаю. Ребята, давайте будем модернизировать систему ту или иную, в том числе здравоохранения. Но дворцы не будем строить. Мы не настолько богатые, чтобы строить не больницу, не лечебное учреждение, а дворец. Сейчас надо очухаться, как у народа кажут, аккуратненько приструнить себя и строить только то, что надо. Потому что, когда строишь за бюджет, многие главные врачи от них все идет, думают, ну это же не мои деньги. И даже не клиники это, это же с бюджета, это откуда-то. Но с бюджета возьмем врачам зарплату платить, потом повышать зарплату за что? Учителям за что зарплату повышать? Пенсии как повышать? Поэтому надо поаккуратнее. Музеевы, прочих культурных центров настроили столько, и все они висят на бюджете. Никто же деньги не дает, личные свои, частные и прочее, и даже госпредприятия на содержание музеев и других театров и кинотеатров. Никто не дает, все на бюджете висит. Поэтому нам надо здесь поаккуратнее. Я не говорю о том, что не надо модернизировать, совершенствовать объекты здравоохранения, те же больницы. Надо, надо. Но до основания сносить ничего не надо, надо приспосабливать то, что есть. Потому что они в хорошем состоянии. Возьмите даже самое низкое наше звено, от районных болезн до участковых, амбулаторы и ФАПов и так далее. В хорошее здание, помещение, главное, люди. Поэтому, тем не менее, мы модернизируем и новое строим, где нужно поликлиники и больницы. Учреждения здравоохранения всех уровней оснащаются, самое главное, современным и очень дорогостоящим оборудованием. То есть система создана, образование работает, врачей готовят. Сюда даже с Китая и прочее едут люди для того, чтобы получить образование. Значит, и система образования, по крайней мере, по подготовке врачей у нас неплохая. Если где-то плохо, то это недоработка наших ректоров. Школа подготовки медицинских кадров основана на научных достижениях и огромном практическом опыте. За последние годы много сделано в сфере практико-ориентированного обучения. Это тоже определенное достижение нашего образования. В этом плане мы немало сделали. Развиваются и симуляционные, и смарт-технологии, и университетские клиники. В этой связи подготовка квалифицированных специалистов остается ключевой задачей. Должна обеспечивать перспективные потребности отрасли. Я внимательно изучил проект указа, который вы мне направили, мнение специалистов в том числе. Еще раз подчеркиваю, инновации нужны, особенно с учетом геополитических трансформаций в мире, санкционного давления. Нам необходимо совершенствовать собственную систему, внедрять у себя все самое лучшее и передовое, но не копировать слепо иностранные стандарты.